Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Стало никак не комфортно, с подругой болтали безумовку, смеялись, не могли наговориться. Вместе уйму время не проводили. Она всем со мной делилась и чувствовала нашу близость. Сейчас может резко ответить, не выполнить обещания, отказалась от долгосрочных совместных планов. В течение дня мало пишет, отвечает, а мне сложно. На мои попытки поговорить человек отвечает, я всегда такая, не люблю такие разговоры. Мне не комфортно прямо, она не говорит, что не так, чувствует, что многие вещи делают через силу, или чувствует долго. Я уже всю себя сковорял и ей говорила о том, что у меня чувство, что я навязываю. Знаю, что у нее завал на работе, иногда я этим оправдываю. Скоро лопну, что конкретно мне делать, как справиться? А чего лопнуть я? Это ощущение, что с вами что-то не так. От этого ощущения вы лопнете. От чего конкретно? Вот. Вы ищете проблему в себе. Соответственно, если вы ищете проблему в себе, то это перенос негативных тенденций, негативных мыслей, негативное восприятие о себе. Вот. Вот. Но это ситуация. То есть, она со мной не общается, потому что со мной что-то не так. Ну, например. Вот. 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 Допустим. Вот это и есть та проблема, которую вам нужно обращать, на мой взгляд. Вот. Потому что люди могут меняться, то есть люди могут изменять свои приоритеты и свои цели и так далее. А вы же демонстрируете здесь вот такую зависимость получать. Вот. И, конечно, с этим вот, на мой взгляд, и нужно работать. Вот и всё. Что конкретно вам делать, никто не скажет, что, как себя вести тоже, для чего. То есть, что конкретно делать и как себя вести, чтобы всё. Чтобы подруга изменилась или чтобы вам лучше стало. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответе. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.